Приветствую всех, с вами Хулдым, и да, мы продолжаем, точнее, как сказать, даже не продолжаем, скорее, ну, перезаписываем, скорее всего, скорее перезаписываем, так скажем, голос сейчас будем перезаписывать. Почему я именно так вот прям ломаю всё и не пытаюсь как-то соответствовать, потому что всё равно это, скорее всего, поломается, и вы всё равно поймёте, что это перезапись. Три раза подряд у меня уже слетала запись, слетал голос. Я, конечно, я могу прям прекратить попытки и просто, как обычно, записать всё так вот стандартненько немножко. Всё по стандартам записать, без всяких там выкабонов и тому подобного могу, но всё-таки хочется попытаться всё-таки сделать небольшой голос, чтобы хоть что-то было на видеозаписи новенького и интересного. Конечно, эмоции у меня уже будут не такими прям супер-хорошими и так далее, но хоть что-то, да, будет. Вот, ну, а если нет, то тогда уж мы начнём с того места, где я остановился. А остальные видеоролики выйдут без комментариев по причине вот такой вот крайне неприятной ошибки. Ну вот. Давайте начнём. Тожди, только надо определиться, опять-таки, где мы будем начинать вообще. Так, это, ну, то, что они видели, что она похоронила, что Эмми, Дженнифер и Ханна похоронили Эмми, Эмми Ли, Эмми Хэнсон. Спасибо, Лилия. Кстати, а ты случайно не трогала телефон Ханны? Нет, конечно. Погоди-ка, кто-то пытался воспользоваться её телефоном? Ну кто? Мы пытаемся это выяснить. Поверить не могу. Пожалуйста, напиши мне, кто это был, когда узнаете. Вот, честно, вот. Почему именно жизнь так меня не любит? Это неприятно прям. Да, конечно. Ну тогда, ладно тогда. Спишемся позже. Вот и закончили. Теперь надо определиться вообще, куда нам переться в первую очередь. Кто там следующий? Док Лео. Джесси? Кто? Джесси, Джесси, Джесси. Вот он. Эмм, Томас только что умчался куда-то мимо меня. С жутким выражением лица. Подожди. Секунду, это не то. Сначала надо к Джейку. Вот, вот оно. Вот оно, это лицо. Вот вы его видите. Поймали с поличным. Попался. Попался жучок. Томас. Как я и думал. Он уже во второй раз игнорирует нашу просьбу относительно телефона Ханны. Мы потеряли связь с телефоном Ханны, как я и боялся. Я с ним поговорю. Да, поговори. Я буду немножко торопиться, потому что я очень боюсь не попасть под прочтение. Но честно, я уже свои теории, возможно, выскажу чисто в начале следующего ролика, где уже, если все пройдет нормально и звук будет нормальным, то вы вот увидите уже в следующей серии. Я быстренько перескажу все теории, которые я сделал в этих видеороликах, которые у нас появились факты, которые мы узнали. Ну, попутно, может быть. Я буду это говорить в паузах. Эм, Томас только что умчался куда-то мимо меня с жутким выражением лица. Я его позвала, но он меня проигнорировал. Просто он наломал дров. Ой, что он сделал? Он копался в телефоне Ханны, и мы потеряли к нему доступ. Боже, он что, с ума сошел? Именно это я и пытаюсь выяснить. Ну, я бы предположила, что он отправился в лес. Ты с ним поговоришь? Он не выходит в сеть. Может, нужно дать ему немного времени? Мы сегодня столько всего узнали. Но это стало для него серьезным ударом. Но он больше не может использовать это как оправдание. В общем, надеюсь, что он скоро успокоится. Тоже на это надеюсь. Но, честно говоря, часть его можно понять, но отчасти, ну, очень тяжело. А вот дальше самое приятное, супер важные кадры от товарища Дэна. Вот они, супер важные кадры леса. Это, кстати говоря, место, где похоронили Эмми Мэнсон или Дженнифер Хэнсон. Эмми Хэнсон или Дженнифер Хэнсон, кстати. Подожди-ка. А кого там похоронили-то? Это место, сейчас они приехали на место, где ее похоронили. Но кого похоронили? Нужно Клили сейчас бегать по Береку. Подождите. Там, как я помню, именно ее там похоронили, это самое. Где там? Вот же, это что Ханна и Эмили увезли тела Дженнифер в лес, чтобы закопать Дженнифер Хэнсон. Да, немножко путаюсь. Вот они, супер, супер фото, очень нужные. Это вам пригодится, Миллер? Ну, очень интересные места. Да, интересненько. И даже не подозреваю, что тут кого-то да похоронили. Ну, когда-то хранили их. Не получается делать нормальные скриншоты. У меня это и в предыдущих и следующих сериях так же будет не получаться почему-то постоянно. Вот такие вот, блин, неприятные делишки. Просто не получается. Не выходит, блин. Ну и что, тебе это пригодится, фото или как? Спасибо, Дэн, рассмотрю их повнимательнее. Так, мы снова в дороге. Хочу вернуться в дом до темноты. Во. Не могу долго говорить, иначе Дэн заметит, что я тебе пишу. Но только посмотри, что теперь лежит у меня в багажнике. Да, да, друзья, теперь Дэн инвалидик. Только вот неизвестно, на постоянно или не постоянно. Вот что интересно. Если не на постоянно, то ладно. Дэн теперь в инвалидной коляске. Просто великолепно. Что может быть лучше? Да. Да, Майкл, хорошо, вот и дров наломал. Он меня зовет. Поговорим позже. Оп, вернулся побегушник. Привет. Что тут скажешь? Приветики. Давно не виделись. Готов поговорить? Думаю, это лучший вариант. Из предложенных. Она умерла, да? Кстати, нет. Мы этого ни хрена не знаем. Нет. Она не умерла. Потому что если бы умерла, ее бы вместе с Эмми грохнули. Эмми мертва. По-другому и быть не может. Все указывает на это. Я думаю, что это лучший вариант. Ее не было в доме Майкла Хэнсона. Эмми, ее сообщница мертва. И те бочки, которые мы нашли в сарае. Ну, кстати говоря, они ни на что не намекают. Эти наклейки могли легко наклеить, как мы предполагали еще в чате, что это просто, чтобы отвадить тех, чтобы они не заглядывали туда. Там могут просто хранить что-то очень важное. Так что они не все сто процентов. Какое-то отношение бочки имеют к смерти Ханны. Ты что, не смотрел во все тяжкие? Нет, кстати говоря, я не смотрел. Не пинайте меня ногами. Я не смотрел. Зачем убийца бочки с химикатами? Чтобы растворить труп. Эмми, а зачем? Какой смысл? У него там две бочки. А нафига Эмми выкидывать в лес? Вопрос. Ее кинули прямо на могиле Дженнифер Хэнсона. Нахрена? Зачем убийце бочки с химикатами? Чтобы растворить труп. Я раньше думал, что так делают только в кино. Что это не по-настоящему, что в жизни так не бывает. Миллер, там было две бочки. Из наших друзей пропали двое. Ты понятия не имеешь, что в тех бочках. Кстати говоря, да. Вот. Вот именно. А во-вторых... А, Ричи, черт, там Ричи пропал. Вот на кого бочка, он думает. Ясно, ясно. Ясненько, ясненько. Так. Пожалуйста, Миллер, хватит. Тебе меня не переубедить. Ханна мертва, как и Ричи. Остальные просто игнорируют, очевидно. Я тоже пытался, но больше не могу. Я так больше не могу. Кстати говоря, ты думаешь, что Ричи мертвая, значит, скрыть правду не получилось. Томас, послушай. Эми нашли, а Ханну нет. Это опять-таки логика, в чем зачем одну убивать и кидать. Кидать на могилу, если можно было их обеих. Они ведь обе виновны. Поэтому мы не знаем ничего наверняка. Это нелогично. Ну, или если он не хочет ее там, ну, так скажем, в годовщину. А тогда какого хрена он не убил Эми тоже в годовщину. Там пара дней осталось до Пайн Глейд. В годовщину бы их убил. Зачем тогда одну убивать, а другую нет. Логики нет в такой теории. Так что убийство очень маловероятно. Я не вижу логики. Однажды мне уже пришлось привыкнуть к этой мучительной мысли. Когда тело Эми нашли в лесу. Это ты мне про это написал тогда. Когда все вдруг начали относиться ко мне так, будто мы не знакомы. Помнишь? Такое не забывается. Хочешь сказать, ты поэтому копался в телефоне Ханны? Вы говорите, что я делаю недостаточно. Поэтому я исправился. Я попытался изучить зацепки. И даже вломился в дом старого друга, который теперь в тюрьме. Это была важная зацепка, кстати говоря. Эти пачка сигарет. И во-вторых, еще вдобавок. Давай без кавычек, пожалуйста. Это важно, кстати говоря. Потому что это отвадило подозрения от Фила рано. Или поздно мы все-таки смогли разобраться. И Фил теперь вне подозрений. Как говорится, все у нас идет впрок делу. Я забрался в дом убийцы и сорвал с него маску. А теперь я просто сижу в лесу и прячусь. Нет, не так. Не говори так. Ты не прячься. Ты просто, так скажем, мы перевариваем все, что мы нашли, чтобы окончательно ответить на все вопросы. Дальше мы пойдем в полицию. Все будет хорошо. Не переживай. Я просто жду, пока вы снова скажете мне, что она была мертва все это время. Все эти тщетные попытки, все эти тщетные попытки, надежда, которую я лишаюсь из раза в раз. Вся эта боль. Для чего? Я понимаю, что тебе тяжело. А что выбрать? Ты поступал так опрометчиво, ты все только усложняешь. Ладно, Глушин. Я понимаю, что тебе тяжело. Тяжелее, чем всем остальным. Я уже не тот, кем был раньше, Миллер. Ты о чем? Ну, о чем? О том, что это его изменило. Мы сами об этом говорили. Некоторые события меняют тебя. Если это происходит, вернуться назад невозможно. Что бы ты ни делал. Жизнь меняет всех. Это нормально. Знаю. Знаю. Кстати, где ты сейчас? Разве это важно? Ну, я за тебя переживаю. А, это то место, где мы с Джесси, куда, что мы с Джесси нашли. Просто хотел побыть один. Красота. Красота. Знаешь, о чем я не могу перестать думать с тех самых пор, как ты показал мне то видео с камер слежения? А что, если я был для нее недостаточно хорош? Что, если она мне не доверяла? В конце концов, ее преследовали, ей было страшно. Но она ничего мне не рассказала. Почему она мне ничего не рассказала? Ну, почему? Не принимает она свой счет, кстати говоря. Подобное. Есть такие вещи, о которых никому не рассказываешь. Тут уже от самого человека зависит. Конечно, я бы на его месте бы рассказал, разумеется, своей второй половине. Но некоторые даже это скрывают до конца и несут это все вместе до конца. Когда мы ехали сюда, я вдруг подумал, как бы было бы хорошо, если бы мои подозрения оправдались. И Ханна просто бы не изменяла. Всего лишь измена. Понимаешь? Я тебя понимаю, Томас. Ну, кстати говоря, да. Не было бы этих игр Шерлоков Холмсов и тому подобного. Всего этого могло бы и не быть. Думаю, от измены я смог бы оправиться со временем. Но от этого Я не знаю, как такое забыть. Не знаю, смогу ли ее когда-нибудь понять. Не знаю, хочу ли этого. Может, еще передумываешь, когда мы ее найдем. Миллер. Если бы ты был Ханной, И сделал в прошлом нечто ужасное. Ты бы рассказал об этом в своей второй половинке? Да, рассказал бы. Кстати говоря, мы сейчас тотально будем трындеть, потому что мы буквально замолчали то, что мы не рассказали Джесси о том, что Ричи, возможно, мертв. Так что мы немножко пиздим. Не совсем можно справиться в одиночку. Дайте сейчас я немножко переустроюсь. Прости, что напортачил с телефона. Это ничего. Что-нибудь придумаем. Не извиняюсь. Вернусь в дом. Хорошо, что ты стал нашим другом. Пусть я не сразу это понял. Отлично. А вот и Джейк. Джейк. О, он тут. Он уже онлайн. Я могу вернуться к делу. Не будем. Кстати, ты уже давно подозреваешь, что Ханна мертва. Нет, не будем. Кстати, то мы снова под контролем. Не будем этого говорить, потому что это тупо. Я не считаю, что Ханна мертва, так что и говорить об этом не надо. Не будем подрывать его моральный дух. Что-то мы отправили. Все. Все. Мы с Дэном наконец-то приехали. Ох, вот он наш колясочник вернулся, колясочник вернулся, дружище. Значит, теперь все на месте. Да. Ну что, как тут у вас все? Найдется свободная койка. В одной из комнат была детская кроватка. Давай. Сойдет, если только малыш Томми не занял ее первым. Ну и где моя приветственная делегация? Дэн. Мы с Лили выходим. Фото в итоге пригодились? Давай скажем, да, 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 очень пригодилось. Эй, а чего это Томас сделал в лесу? Фиг. Что, не получается? Да. Ох, я тебя сейчас задушу. Серьезно, я. Что ты не поделаешь? Я сейчас сам все определю, иди. Итак, помнишь, я тебе написала, что это Дэна предложил сделать крюк? Это было приуменьшением. Он настоял, чтобы мы доехали до этого места. Это еще не все. Это еще не все. Я забрала его не из больницы. Он стоял снаружи в двух улицах от нее без вещей. Получается, он сбежал? Думаю, так. Не зря мне показалось это странным. С чего бы его вдруг выписывать? Ну, а инвалидная коляска это просто вишенка на торте. Он тебе про нее рассказал? Нет, блин. Я думаю, сомневаюсь, что он станет об этом говорить. Ни слова. Нам тоже. Я всю дорогу ждала, что он что-нибудь про это скажет. Но нет. Ну, навряд ли, чтобы. Думаю, он этого не сказал, просто чтобы, ну, не показаться обузой. У Томаса тут тоже случился небольшой нервный срыв. Что такое? Он начал копаться в телефоне Ханны, и мы потеряли с ним соединение. Что? Господи. Да, но сейчас все в порядке. Ладно, пойду внутрь. Нужно попросить кого-нибудь из мальчишек заняться костром. Удачи с этим. Спасибо. Пока. Так, вставайте. У нас снова Джейк. Миллер, у меня получилось. У нас снова есть доступ к телефону Ханны. Великолепного, кстати. Там что-то Лили добавила. Надо будет глянуть все-таки. Надо будет, я думаю, устроить, думаю, в какой-то из серии все-таки просмотр галерей. А то так неприятно, мы все сидим. В галерее все-таки это тоже часть игры. Надо будет их глянуть, что там такое. Ну, хоть какие-то новости. Так, ну и чего? Кстати, Томас уже контролил. У меня тоже было. Отлично. Что ты скажешь? Эти старые смайлики, их уже практически никто не использует. Только я. Я получил сообщение от Майкла Хэнсона. Оно пришло на телефон Ханны. Значит, он либо себя сам добавил в контакты, либо... А не, у него там неизвестный номер. Очень жалко. Что такого я не ожидал? Что он написал? Он злится, потому что телефон у нас. Значит, мы на верном пути. В любом случае, спасибо, что рассказал. Привет, Миллер. Я заметил, что ты здесь. Я не отвлекаю тебя от расследования. Что такое? Я не собираюсь тебя задерживать. Просто мы только что разожгли костер, и Томас пошел за своей гитарой. Просто хотела тебя предупредить, чтобы ты не отходил от телефона. Спасибо, что написала Лили. О, отлично, что есть мультимедиа. Я такое ни за что не пропущу. Ха-ха, отлично. Я подумал, что тебе тоже не помешает отвлечься, как и всем нам. Ладно, я тебе позвоню. Я только что проверил историю браузера Ханны. Я тоже нашел что-нибудь интересное Хэмм. Я туда еще не заглядывал. Так, надо, кстати, самому. Если уж доступ мы вернули, наконец-то, давай заглянем. Ой, опять эта музыка. Там такая прям заглядочная. Во, история браузера. Официальный фестиваль Паин Глейд. Первый и последний сайт, который назвал Бара Аврора. Автомастерская Гараж Роджера. Play.com, Whatsapp. Что-то Whatsapp было. О, фестиваль Паин Глейд. Добро пожаловать. Погода, судя по всему, в этом году нам повезет. С погодой весь день будет тепло и солнечно. Попытайтесь, попытайте удачу в нашей лотерее. У вас есть шанс выиграть множество призов, пожертвованных участниками нашего сообщества. В этом году весь доход пойдет на правое дело защиты животных. Стоимость билетов. Один билет, один доллар. Пять билетов, четыре доллара. Десять билетов, семь. Семь долларов, пятьдесят центов, скорее всего. Прогулка в конном экипаже. Кстати говоря, мы это уже читали. Прогулка в конном экипаже. В конном экипаже по всем интересным вдохновляющим местам станет крайне полезно, но это уже наплевать. Фейерверки это было. Выход. Как и всегда, наш фестиваль организуется при помощи волонтеров. Именно поэтому... Ой, ладно. Пресса. Но по вопросам взаимодействия с прессой пишите сюда. Как и всегда, но это уже главное все. Ну окей. Окей. Я тоже. Так, немного припомнили, а то я сам немножко подзабыл, что там да как. Одна из последних страниц, куда заходила Ханна, это сайт фестиваля Pine Glade. Майкл Хэнсон говорил, что это мероприятие связано с исчезновением его дочери. Ну да. Да, помню. В Африке было полно народу из-за фестиваля. Извиняюсь за... Ой, за... Зевоту немножко меня... Чё-то меня отрубает. Он думал, что Дженнифер на фестивале. Завтра будет десятая годовщина смерти Дженнифер Хэнсона. Стать символичненько. Как бы это жестоко не звучало. Ничего хорошего это не сулит. Думаю, тебе стоит расспросить остальных про фестиваль Pine Glade. Особенно о том, который состоялся 10 лет назад. Вряд ли кто-то что-то помнит. Искренне надеюсь, что это не так. Даже если они помнят лишь мелочи. Нам нужно как можно больше узнать про аварию. Я уверен, что Ханна была на фестивале с кем-то из друзей. Отличная идея. Скорее всего, да. Хоть кто-то один должен был быть. Субтитры создавал Dima Glade Субтитры создавал Dima Glade Субтитры создавал Dima Glade Субтитры создавал Dima Glade Как говорится, приятненько. Эх. Ах, хотелось бы сейчас побыть там, хоть я лес недолюбливаю. Что ж. Ну, мне все понравилось. Ну что ж. Неплохо. Так немножко развеялись. Давай позволим им немного передохнуть. Им столько всего пришлось пережить. Ну, думаю, это. Они наконец-то хорошо устроились. Ну, лучше это. Лучше им всего. Вот этот вариант. Ты бы хотел сейчас быть с ними, да? Да, очень. Вот что-то отправил. Надо было посмотреть. Я хочу их защитить. Разве ты не хотел бы быть там? Думаю, я чувствовал бы себя совсем не в своей тарелке. Ну, не сомневаюсь. То есть ты бы все равно привык рано или поздно и вписался бы в их компанию. Да и к тому же они приняли бы тебя радушно. Ты все-таки им помог. Так что я думаю, нет. Но ведь это не так. Думаю, он бы все равно как-нибудь, да, привык. Уверен бы, все бы получилось бы по-другому. Я уверен. О, Дэн. Иисус. Какий Иисус, кстати говоря. Он очень похож на Иисуса теперь. Как дела, Шерлок? Ну, это мы уже узнаем в следующей серии. Как дела у нас шоу Шерлока. Надеюсь, все нормально будет с записью. И она все будет нормально. Все закончится хорошо. Все запишется нормально. Я, конечно, подработаю звук. И надеюсь, он будет хорошим. Пишите в комментариях. Критикуйте. Пишите, как там со звуком. Все дела. Вот. Буду очень рад узнать. Ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение. Заглядьте в описание. Там будет ссылочка на мой сервер в Дискорде. И в ВК от товарища. На группу ВКонтакте. Товарища, который сделал нам шапочку и логотипчик. Большое ему спасибо. Он знает, как хорошо делать свои работы. И делать их крайне подходящими его клиентам. Вот. И подходящим тематике. Так что, если хотите также отправиться в путешествие по берегам Ютуба, добро пожаловать туда. Вам туда. Вы так быстренько найдете хорошую шапочку и логотипчик. А это уже половина дела. А дальше. И подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик. Так вы новых видео узнаете. Пополните нашу маленькую, но все такую же крепкую семью. И надеюсь, мы все-таки успеем до 24 мая успеть пройти Досквуд. Так как я хочу успеть все-таки к этой дате. Чтобы уже мы получили в конце код. Который можно будет использовать. Для того, чтобы подсоединить нашу историю в Досквуде. И все наши выборы за все это время. К единой такой вот истории. Интересно, как они смогут связать все это. Потому что наш герой, я не знаю. Скорее всего, герой будет другой кто-то. А подвезу, могут подвезти все это, связать это все с Джейком. Джейк это такой персонаж. Он такой безликий, загадочный. И его можно подсоединить. Потому что, как говорится, он такой. Он в каждую дырку залазит. Он очень любит следить за всеми. Так что, я думаю, там бы ему это будет прям кстати. И вот. Надеюсь, более-менее голос все будет попадать в нужные места. Будет все правильно везде попадать. И вам все понравится. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Увидимся в следующих уже частях путешествия по миру Досквуда. Всем хорошего дня. А мне удачи с работой с этим звуком чертовым. Субтитры сделал DimaTorzok